я вас всех приветствую в этом ролике я вам скажу про глобальный слет который произойдет уже в эту пятницу забрали бизнес и и дома у тех игроков которые за две недели отыграли меньше чем три часа на слете будет более чем 110 домов и 10 бизнесов поэтому слет обещает быть интересным но я свою очередь хочу рассказать о том какие у нас будут цветать дома и бизнесы и что лучше ловить поэтому я надеюсь вашу поддержку на ваши лайки ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте уведомления чтобы не пропускать ролики слет будет реально классно потому что есть шанс просто с нуля заработать очень много денег вы можете просто словить бизнес и продать его там за 500 миллионов либо там за 300 миллионов поэтому пацаны смотрите видосик и наслаждайтесь но для тех кто не в курсе я играю на проекте amazine hrp на втором сервачке все ссылочки в описании поэтому заходите смотрите и начинайте играть вместе со мной ну и конечно же не забывайте вводить по промокод промокод полканов можно вводить на любом сервачке до пятого уровня за него вы получите 300 тысяч рублей но я могу пожелать только приятного просмотра приятного аппетита ставьте лайки подписывайтесь на канал видосик обещает быть интересным расскажу как будет проходить слет то лучше ловить как ловить там и так далее поэтому эта информация вам очень сильно понадобится усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь данным роликом всех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки давайте начнем с того как вообще посмотреть список имущества которые будут цветать вас на серваке потому всем у каждом серваке будет цветать разные имущества разные коттеджи разные дома и разные бизнесы я сегодня вам покажу что именно будет цветать на втором сервачке где играю именно я а чтобы посмотреть улистирок что цветает я сейчас покажу что нужно делать первое что нужно сделать пишу соaret gps потом выбираете пункт бизнесы и выбираете риэлторы шестой пункт и едете в ближайшее риэлторку и там вы сможете посмотреть какое имущество у вас считает и какое мы что вы сможете словить поэтому думаю с этим все понятно давайте я вам сейчас покажу что у нас летает у нас это как бы всего два бизнеса допустим там на 0 первом цветает там три бизнеса 0 4 там там тоже по моему три бизнеса то что каждом серваке цветает разные имущества поэтому если вы играете другом серваке вы можете также посмотреть информацию как и я через риэлторку вот список свободных домов нажимаем и здесь мы можем посмотреть то есть да пацаны вот такие вот домики будут считать как и обычно дома будут считать так и коттеджи я хотел сказать о том то что я понимаю то что многие знаете там зарабатывали на это имущество копили деньги возможно донатили но из-за того что они за две недели отыграли меньше чем через часа у них это забрали да я понимаю возможно у кого-то какие-то обстоятельства возможно у кого-то компьютер был поломан у кого-то не было времени там и так далее но я думаю если у вас была реально весомая причина и вы это докажете то возможно вам вернут имущество вот так целая думаю многие рады то что такое происходит потому что все таки знаете хочется чтобы у всех была возможность там поддержать дом поддержать бизнес и те кто не играют те кто знаете заходят просто снимать финку я считаю те люди не заслуживают эти бизнесы потому что но не просто не играют они заходят чисто каждый день либо там раз в неделю чтобы забрать деньги из бизнеса и все это как бы не нормально если у тебя нету времени нету желания играть то будь добр как бы продай бизнес и все и занимайся чем хочешь пусть другой человек сможет заработать деньги пусть у него появится возможность поддержать хороший бизнес насчет домов ребятки дома можно спокойно купить то есть они продаются каждый день обычные дома коттеджи там и так далее то есть в этом проблемы нету но бизнесы они сейчас очень ценятся они очень дорогие и купить бизнес реально очень сложно и поэтому если вы ребятки держите бизнес будьте добры занимайтесь этим бизнесом играйте онлайн те чтобы вас бизнес как бы не забрали можете купить бизнес там за 5 миллиардов в итоге забить хуец не играть и у вас его сберут поэтому чтобы такого не было если вас нету времени лучше продайте бизнес лучше вас останутся деньги хотя бы которые вам потом помогут и вы сможете купить другой бизнес есть у вас появится время а так у вас забив бизнес вернут вам малую часть этой суммы и все то есть вы потом ничего не сможете купить и все что вы зарабатывали было зря теперь давайте я вам покажу имущество с помощью которого сможете больше всего заработать понятное дело то что вы сможете заработать, по сути, с любого дома, с любого бизнеса, но я покажу вам самые такие прибыльные места, самое такое прибыльное имущество, с которым вы сможете заработать реально очень-очень много. Показываю, пацаны, примеры именно второго сервака. Насчет остальных сервов, пацаны, я не знаю, поэтому имейте в виду. Я вам буду показывать именно имущество на втором серваке, где играю я. Самый, наверное, ценный вариант, это все-таки вот этот бизнес, это получается 24 на 7 горель, то есть госка у него 7,5, я думаю довольно-таки подъемные деньги. Да, ребятки, финка, конечно же, здесь не особо хорошая, я видел, какая здесь финка, но здесь финка там 500, 800 лям, то есть финка здесь не особо хорошая, но в принципе, если вы стоите по госу, то у нас на серваке вы сможете продать его, я думаю, за 500 миллионов, плюс-минус, потому что бизнес, как бы, хоть и не особо прибыльный, но находится в неплохом месте, потому что здесь рядом есть анашан, и здесь рядом есть, вон в той стороне разводчики продуктов, поэтому именно за счет этого этот бизнес, как бы, ценится, да и в принципе, сейчас бизнесы не продают, а если продают, то очень дорого, поэтому я думаю, вот этот бизнес отличный вариант, чтобы ловить. Следующий бизнес, который будет слетать, это также 24 на 7, но который находится в городе Южный. Честно, этот бизнес тоже не особо прибыльный, но в принципе, если вы высловите, и вы с него сможете заработать где-то 200-300 миллионов на продаже. Гост цена у него 5 миллионов, то есть, еще дешевле, чем в Горелии. Ой, ребятки, честно, я даже не знаю, сколько этот бизнес стоит, то есть, блядь, я здесь никогда не закупаюсь, он находится в таком месте, вроде бы, знаете, заебись, как бы, Южный Центр, рядом здесь больница, магазин, казино там и так далее, но финка здесь, я думаю, не особо большая, но, пацаны, в любом случае, если вы славите этот бизнес, вы сможете его продать за 200-300 миллионов, это минимум, понимаете? Просто честно, ребятки, я в Южном вообще ремки не покупаю, не знаю, как вы, но я не знаю, я покупаю там либо на Рублевке, либо там в Арзамасе, либо в Батырево, но почему-то именно в Южном я ремки никогда не покупаю. Я не знаю, почему, но вот так вот у меня происходит. Ну что ж, ребятки, теперь я предлагаю перейти к коттеджам, потому что на коттеджах тоже можно неплохо заработать. Покажу вам самые ценные дома, которые стоит ловить, на которых можно реально заработать. Итак, первый домик, пацаны, это у нас вот этот, он реально, блядь, шикарный просто. Шикарный он тем, то, что он находится напротив 24 на 7. Вот, цена у него 35 миллионов, но я думаю, если постараться, его потом в будущем можно продать за 50, там, 70 миллионов рублей. Ну, смотря, кто захочет его купить, потому что чем он хороший? Во-первых, он находится недалеко от выезда, то есть, вон там находится у нас выезд. Этот дом, ребята, ценится тем, то, что если вы будете чинить свою целостность автомобиля, вы сможете это сделать максимально быстро, потому что вам не нужно будет на машине ездить туда-сюда, вы просто можете бегать пешком. Также есть еще один домик, который тоже довольно-таки интересный, и этот дом даже у меня был. Возможно, кто-то помнит, возможно, кто-то не помнит, но я владел именно вот этим домом, я владел именно вот этим домом, который стоит за моей спиной. Чем он хороший? То, что он находится тоже, в принципе, не особо далеко от выезда. То есть, вон там находится выезд, вон там, кстати, находится наш особняк, и вот здесь находится дом. Но, скажу сразу, вы с него, в принципе, много не заработаете, потому что я этот дом еле продал за 42 или за 43 миллиона. Дома с очень большегорска не особо хотят покупать, хотя домик реально прикольный, потому что, ну, по факту он находится реально недалеко от выезда, он второй по счету, то есть, вот первый дом, вот второй. Тем более, он такой большой, огромный, просто шикарный. Я, честно, не понимаю, почему люди не любят такие дома. Я реально его еле-еле продал, хотя сам я тогда его купил за 45 миллионов за наличку. Ну, что ж, ребятки, идем дальше. Есть еще один домик, но он подойдет больше, наверное, для рыбаков. Тоже такой вот здоровый, шикарный. Вон там у нас находится рыбалочка. Ну, и этот домик подойдет чисто для рыбаков. То есть, целку в нем чинить довольно-таки неудобно будет, но для рыбалки, если вы любите там жить рядом с рыбалочкой, чтобы сразу там рыбу, возможно, в сейф положить, либо там машину поменять, то этот дом для вас подойдет. Но перепродать вы его не сможете, потому что госцена его составляет 50 миллионов. Да, если мы посмотрим на карту, здесь как бы светает много домов, то есть это не все еще отображаются, но я вам показал самые, пацаны, интересные, самые прикольные, на которых реально можно заработать, либо можно купить для себя. Остальные дома они довольно-таки такие, знаете, скучные, неинтересные, находятся вне очень хороших местах. Вот мы переместились на рыблевку Арзамаса, но здесь намного все скромнее, потому что слетают всего два дома. И эти два дома очень хорошо, я думаю, ценятся, за счет того, что на Арзамасе домов намного меньше, чем в Южном. И вот этот домик мне реально понравился, потому что он стоит как бы 25 лямов и находится прям у въезда. Просто посмотрите на этот шикарный дом, пацаны. Тем более я хочу себе дом как раз в Арзамасе, то есть для меня это прям очень хороший вариант. Мне он реально нравится. Возможно, я попробую реально его ловить. И давайте пойдем посмотрим другой домик. Да, он, конечно, не такой имбовый, но в принципе тоже вроде бы как и симпатичный. Сейчас посмотрим, какая у него стоимость. Так, госцена у него также 25 миллионов. Я, конечно, не уверен, что вы сможете их там очень долго перепродать, но думаю, за лямов 30-35 вы продать их сможете и немножко заработать. Теперь, ребятки, давайте я вам расскажу, как примерно будет проходить слет. Точной информации у меня нету, но судя по тому, что я уже был на слетах, у меня уже есть какое-то представление, у меня есть опыт, я на проекте уже играю как бы не первый ход. Я вам расскажу, как примерно это будет происходить. Есть два варианта развития событий. Первый вариант это то, что поставят объекты на бизнесы и дома. То есть после того, как произойдет определенное время, которое должно быть для слета, эти объекты убирают и кто первый забегает на метку, тот покупает бизнес. Так делали на некоторых слетах, то есть возможно этот вариант повторится. Второй вариант, пацаны, во время слета сделают рестарт сервера и кто первый зайдет, тот словит себе дом либо бизнес. То есть это два варианта событий, которые я в принципе знаю. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду в принципе заканчивать. Вот такое для вас я сделал информативное видео. Да, возможно вы не этого хотели от меня услышать, хотя я вам показал все самое интересное. Рассказал, как посмотреть бизнесы, как будет происходить слет и что лучше ловить на этом слете. Понятное дело, что на каждом сервере разное имущество, но на примере своего сервера, где я играю, я вам сделал как бы подсказочки, что ловить там и так далее. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.